Дай почитать. Олега Ивика «Еда древнего мира». Напомню, что под псевдонимом Олег Ивик скрываются Ольга Колобова и Валерий Иванов. А книгу читать следует по рекомендации квинта Горация Флака. Слушайте, речь мудреца не за пышной и сытной трапезой, и не тогда, как бессмысленный блеск ослепляет нам очи, или, как обманутый разум полезное все отвергает. Нет, натощак побеседуем. Книга эта относится, пожалуй, к разряду популярных, и поэтому максимально освобождена от академичности и наукообразия. Но это совсем не значит, что она недостоверна. Это основательный, увлекательный труд, расширяющий наши горизонты познания. Как всегда, у издательства Ломоносов крепкий и надежный переплет, плотная белая бумага, хорошо и внятно читаемый шрифт. Современный человек к еде относится в большей степени потребительски. Или для удовольствия, или для соблюдения сбалансированного количества калорий, витаминов и тому подобное. А вот древнему человеку, часто просто недоедавшему, было не до мелочей и эстетствования, и диетологии. Древние цивилизации придавали еде культовое и идеологическое значение и законодательно регламентировали, что кому и когда можно и нельзя есть. В книге затронуты гастрономические пристрастия цивилизаций, расположенных на территории греко-римской Айкумены в период от Бронзового века до Римской империи. Так, например, безалкогольные напитки, не считая молоко, Айкумена практически не знала. Соки готовили редко. Кофе произрастал, но пока еще никому не пришло в голову молоть зерна и потом их заваривать. Какао будут пить в Старом Свете с 1528 года с сахаром и корицей. Чай еще не популярен. Поэтому древним пришлось перебиваться спиртными напитками 9-13 градусов. В Греции и Риме больше пили вино и всегда разбавляли его водой. А в Месопотамии и Египте чаще употребляли пиво. Делалось это из-за соображения гигиены. О микробах еще не знали, но заметили, что от сырой воды происходит желудочная болезнь. В Китае проблема обеззараживания решалась иначе. Здесь пили чай, поэтому воду кипятили. А о вине и пиве вспоминали очень редко. А вот скифы употребляли много молока и имели крепкие зубы и кости. Итак, дорогие слушатели, Олег Ивик, Еда Древнего Мира. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok